Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение третьей книги царств и читаем последнюю, 22 главу, в которой рассказывается о смерти царя Ахаба. «Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Исафат царь Иудейский пошел к царю Израильскому». То есть мы видим, что раскаяние Ахаба, о котором мы читали во время последней беседы, оно обеспечило мир Израилю на три года. И здесь происходит то, что царь Иудейский идет к царю Израильскому. И тот, и тот еврей, они потомки Авраама, Исаака и Иакова, конечно. Есть много претензий к Израильскому царству, это их язычество, идолопоклонство. «И сказал царь Израильский слугам своим, знаете ли, что Ромов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского. И сказал он Исафату, то есть царю Иудейскому, потомку Давида, «Пойдешь ли ты со мною на войну против Ромов Галаадского?» И сказал Исафат царю Израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Исафат царю Израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь». Почему Исафат обращается с таким предложением к царю Израильскому, у которого явно были религиозные проблемы? Потому что, как мы с вами говорили, братья и сестры, да, вот в Иудейском царстве там сохранился храм, там были левиты, там было богослужение, но там меньше было пророков. А вот в Израильском царстве, где там везде дало поклонство, туда Господь посылал много пророков, там действовал пророк Илья. Но среди пророков бывают ложные пророки, особенно, если это в стране, где язычество не искоренено. И вот здесь мы видим такую интересную историю. «И собрал царь израильский, пророков, около четырехсот человек, и сказал им, идти ли мне войной на ромов галаадский или нет?» Они сказали, «иди, Господь, предаст его в руки царя». Как бы люди того времени могли бы убедиться, что пророки принимают соборное решение, четыреста пророков говорят в один голос, но не всегда надо следовать за большинством, за большинством, даже религиозным. И сказал Исаф, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам попросить через него Господа?» Вот единодушие всегда настораживает, когда в советское время все голосовали, там единогласно и так далее. И, похоже, Исафат жил в другой обстановке, где могли высказывать разные мнения. «И сказал царь израильский Исафату, есть еще один человек, через которого можно попросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое». Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Исафат, «Не говори, царь, так». Там любишь, не любишь, это пророк. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи скорее за Михеем, сыном Иемвлая». «Царь израильский Исафат, царь иудейский сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними, каждый говорил о победе, о победе». Как Византия рассказывает накануне о гибели Цельграда, многие прям предвозвещали победу неизбежную византийской короны над этими агарянами. Но что получилось? «И сделал себе Садыкия, один из пророков, сын Хинаны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, сими избадаешь сириян до истребления их». То есть даже такое показательное выступление, там рога такие железные, вот пророк бегает, кричит, вдохновляет царя Ахаба, по сути дела вдохновляет его на смерть. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Ромов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Тем более это как бы первый случай, когда два царя уже разобщенного еврейского народа сидят вместе и готовы вот проявить такое единодушие. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речь пророков, «Единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрая». Когда был юбилей трехсот лет дому Романовых, то все так превозносили династию и говорили, что будут отмечать тысячелетие. Прошло всего несколько лет, династия была свергнута. А был священник, святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, которого, кстати, очень многие недолюбливали из числа аристократий, потому что он их обличал. Он предсказывал России грядущие катастрофы и потрясения. И это было неприятно многим. Особенно тогда, когда цари прислушивались к нему. И вот Евнух начинает наставлять пророка Божия, говорит, «Все единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрая». Вообще-то доброе и зарекать легко и радостно. Я помню, когда мне было 12 лет, у меня умер дедушка. Прямо в доме, где я тогда отдыхал. И бабушка сказала, поезжай к тете Лидии и скажи, что он умер. И я 12-летний, сел на автобус, поехал. И вдруг я понимаю, что я как вестник смерти. А как она отреагирует? Я звоню в дверь. Дверь открывается. Тетя Лида стоит. И я говорю, дедушка умер. И она прямо упала. Мне стало так тяжело, как будто я причинил ей боль. Прям как бы не сердечно, а физическую. Ее там чувства стали приводить. Потом я поехал в Москву маме сообщить. Быть вестником беды – это всегда тяжело. И был пророк в Израиле, это пророк Иеремия. Вот тот пророчествовал всегда проблемы. Пророки времен Иеремии говорили, что царство израильское, царство иудейское – это Божье царство, что мы одолеем всех противников, язычество сокрушим. А Иеремия говорил, сдавайтесь в плен, идите в Вавилон. И проиграйте. Не будет никакого торжества, никакой победы, никакого триумфа. Итак, Михею предлагают изречь что-то доброе. Изреки и ты добрая. И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю, царь сказал ему, Михей, идти ли нам на войну, на Ромов Галаадский или нет? И сказал тот ему, иди, будет успех, Господь придаст его в руку царя. Что произошло? Михей внял уговор. Михей устал быть вестником смерти. Но бывает такое с человеком, когда ты хочешь подыскать более мягкие слова, более мягкие выражения. Особенно это касается умирающих людей, вокруг которых все устраивают заговор, что не надо говорить правду, не надо говорить правду. Врачи говорят, не надо говорить правду. В Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах, если умирающему не говорят, что он умирает, врачи не говорят, это считается уголовное преступление. Человек должен знать, что он умирает. Чтобы примириться с Богом, решить все свои какие-то имущественные дела, связанные с наследством, человек должен знать правду, какой бы тяжелой она ни была. «И сказал ему царь». Царь ему не верит, потому что Михей все время говорит что-то плохое. «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он, Михей начинает говорить во имя Господа, «Я вижу всех израилетян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Что значит нету начальника, нету царя? «И сказал царь израильский Исофату, то есть царю иудейскому, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое». И сказал Михей, «Не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем», пророчествует Михей, «И все воинство небесное стояло перед ним по правую, по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, чем? Он сказал, «Я войду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так». Все, что происходит в этом мире, хорошее и плохое, оно происходит по Божьему попущению. И эти пророки, это были пророки, но дух лжи от Господа вошел в них, Господь послал этого духа, и все они стали говорить то, что победа будет одержана, будет полный триумф. Я всегда боюсь ура патриотов, потому что, когда они начинают говорить о том, что всегда мы будем побеждать, всегда у нас будет все хорошо, они народ расслабляют. Напротив, надо говорить и о трудностях, и о переживаниях, и о потерях, и о скорбях. И вот в этом смысле Слово Божие, оно не приложено. И если следовать за словами Священного Писания, да, Христос сказал, врата да не одолеют церковь, но также в Новом Завете сказано, «И дана была власть Антихристу победить святых». И Сын Божий говорит, придя на землю, обрящет ли он веру на земле? Да, до конца церковь не будет одолета врата мяда, но останется очень малое количество верующих. Наше поражение будет великим поражением. Об этом пророчествовали и комментаторы апокалипсиса. Сын Божий говорит, едва ли найду обрящую веру на земле. А мы верим в какой-то бесконечный триумф, может быть, дух лжи вошел в наших учителей и наставников. И далее мы читаем. И вот теперь пророчество Михея продолжается. «Господь попустил духа лживого в устах всех-всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». И подошел Садыкия, сын Хинаны, и ударив Михея по щеке, сказал, «Как неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Это тот самый Садыкия, который сделал шлем с рогами из металла и бегал и говорил, вот так мы избадаем самарян, то есть сирийцев, вот так мы избадаем сирийцев. И сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. Был такой собор известный, униатые, греки объединялись с католиками, и все патриархи наши, включая главу русской церкви. Все восточные патриархи, представители монастырей, все вступали в унию. Один Марк Ефеский не принял унию. И кем он выглядел? Отщепенцем, еретиком каким-то. его мнение воспринимали антисоборным мнением. Люди чувствовали благодать Духа Святаго, который их объединяет. Но правда оказалась за Марком Ефеским, а не за всей полнотою иерархической. «И сказал царь Израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону, городоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите его в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». То есть он дал такой приказ, потому что если он одержит победу, то Михея можно объявить лжепороком и побить камнями по закону Божию. «И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня и сказал, слушай весь народ». «И пошел царь Израильский, Исафат царь иудейский к Ромофу Галаадскому и сказал царь Израильский Исафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь израильский и вступил в сражение. То есть чтобы лучники не стреляли в него как в царя, он надел воинскую одежду, чтобы просто воевать как ратник. Это делает честь его мужеству, но он безрассуден, потому что он не поверил истинному пророку. сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было тридцать два, сказав «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И начальники колесниц, увидев Исафата, который был в царских одеждах, оставался в них, подумали «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Исафат, когда целая армия бросилась на него сирийцей. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него, то есть они так близко уже подъехали к нему, что могли рассмотреть лицо. Это не тот, кого мы ищем, это не Ахав. А один человек случайно вот здесь к вопросу «Бывает ли что-то случайно? натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат». То есть стрела попала там, где швы между латами. Если бы она попала в латы, она бы отскочила, а так случайно вот один натянул лук, стрельнул, и стрела попала между лат. «И сказал он, то есть умирающий Ахав, истекающий кровью своему вознице, «Воротись назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер. и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца каждый иди в свой город, каждый в свою землю, и умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, который он изрек через Исаию. Но псы не сожрали его плоть, псы не растерзали его плоть, они лизали кровь, а часть приговора Божьего было отменено Богом за раскаяние Ахава, что три года до этой битвы он пережил раскаяние, плакал перед Богом, ходил во вретище. Его похоронили в Самарии, похоронили как принято, прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом, и слоновые кости, которые он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских, и почил Ахав с отцами своими, воцарился Ахозия сынова вместо него, то есть его положили в гробницу. Исофат, сын Асы, воцарился над Иудеей, в четвертый год Ахава, царя израильского, 35 лет был Исофат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Руссалиме, это тот, за которым погнались все сирийцы, имя матери его Азува, дочь Салаиля, он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делай угодно пред отчами Господнем, только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Исофат заключил мир с царем израильским, прочие дела Исофата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в одни отца его Асы, он истребил с земли. Мы знаем, что сначала там вообще один блудник появился, потом прошло время несколько, они были истреблены, но было принято решение сжечь их остатки. В Адумее тогда не было царя, был наместник царский, царь Исофат сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион Гавери. все происходит в этом мире по воле Бога, ничего случайно не совершается. Тогда сказал Ахозия сын Ахава Исофату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях, но Исофат не согласился. Почему он не согласился? Он сделал урок, Ахав поверил четырем ста пророкам, в которых вошел дух лжи, а единственного истинного пророка заключил в темницу. И у него было подозрение, что лучше не связываться. Он вообще еле убежал с криком с этого поля боя. И почил Исофат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, то есть в Иерусалиме, отца своего, то есть он как продолжатель Давида, называется его сыном. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Исофата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем в Самарии два года и делал неугодное пред очами Господа и ходил путем отца своего и путем матери своей, то есть путем Ахава, путем нечестивой Изавели, и путем Иераваама, основателем вообще израильского царства, этого мятежного раскольничего, сына Ахава, который вел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал Отец его. Хотя на горе кормил предлицом всех израильтян, Господь показал свою силу и мощь и ничтожество Ваала, эти люди были связаны своим воспитанием и они возвращались к языческим суевериям, несмотря ни на что. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы окончили чтение третьей книги царств. Я благодарю вас за молитвенную поддержку. беседы на каждую библейскую книгу они легко не даются и приходится иногда и получать от сил зла какие-то напасти могут происходить. Но мы священники, когда становимся таковыми, даем присягу на кресте Евангелия, проповедовать Слово Божие. И если буду жив, Господь позволит, то дальше мы будем уже читать четвертую книгу царей, где рассказывается много о пророке Ильи, о его вознесении на огненной колеснице на небеса и о пророке Божием Елисея, какие великие чудеса он сотворил и о других царях Израиля и Иудеи. Но это если на то будет воля Божия. Спаси Господь. Иудеи. 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 Иудеи.